Луганская область получает свет из небольшого прифронтового городка «Счастье». Уголь, на котором работала местная ТЭС, до торговой блокады поставляли из-за линии фронта. Ток шел как на подконтрольную, так и на неподконтрольную территории. В ночь на 25 апреля Украина эту ветку обесточила. Я уже в это время спала. Сын позвонил, сказал выключить все розетки и электроприборы. Накануне отключения света лидер группировки ЛНР Плотницкий объявил, не так страшен блэкаут, как его анонсируют. Нас этим не напугаешь. За 20 минут до полуночи свет в Луганске действительно пропал, но к утру вновь появился. Откуда? Выясняется, за время войны так называемая ЛНР выстроила новую ЛЭП из России. Точнее, достроила. Все необходимое уже и так было гораздо раньше. Кое-что добавили, итог пошел. Тем более ветка эта никогда и не прекращала работать, просто подача была слабее. Да и сейчас мощной ее не назовешь. Я вважаю, что, скорее всего, это будет с 16 до 20 вечера, и там с ранку, с 6 до 9. Всю неделю свет в Луганске был. С перепадами, но круглосуточно. Все, сейчас нормально, сейчас хорошо. Генераторов у нас нет. Украина, исправно подававшая электричество на оккупированную территорию, взамен денег не получала. Последние полгода ни копейки. Кто платил за банкет? 5 миллиардов гривен, мы с вами уже заплатили за них. Это наши с вами гроши, они уже заплачены, или будут заплачены наибольшим часом. А ведь сами луганчане все это время за свет платили. Но только деньги шли на счета нового предприятия, созданного боевиками. Все заплачено, все заплачено. Даже переплата. Выходит, на неподконтрольной Украине территории собирались людей деньги, но до поставщика они просто не доходили. Несмотря на это, государство не давало отмашку оператору сетей компании «Лео» отключить электричество. Если с того боку люди собирали на месяц 40 миллионов гривен, плюс-минус, а часть денег безумовно они заводили сюда. И те люди, которые обеспечивали с украинского боку безперебойную работу этой системы, они тоже свои отримывали. А вот группировке ДНР «Блэкаут», похоже, не грозит. Оказывается, оттуда оплата за электроэнергию все-таки приходит. Да и потребляет оккупированная часть Донецкой области не так уж много украинского электричества. Интересный нюанс от электроснабжения именно неподконтрольной Луганской области напрямую зависит, будет ли свет по другую сторону линии разграничения. Часть тока ТЭС в городе Счастье уходит в оккупированные города и поселки и возвращается обратно в неоккупированные шесть сел. Одно из них – трехизбинка. Именно здесь, у самой линии фронта, к «Блэкауту» не готовились. Да ну, не было света. Ночь. А вчера, не знаю, часа в три включили. В здешних домах и лампочки светят, и насосы качают, и телевизоры вещают. Теперь вот еще один вопрос, когда украинские каналы будут показывать. Татьяна Валентиновна говорит, предупреждали, что света не будет четыре дня. Но дали уже после обеда. Мы, конечно, люди привыкшие. Мы в 2014 году три месяца сидели без света. Ну, то была зима. А сейчас лето без воды. Ох, вон, вон, худоба ей воды надо тоже. Утка вон, только налила ведро, она ее выхлопала, вылезла. Адюка такая. Оказалось, украинские энергетики ночью переключили Трюхизбинку и окрестные села на украинскую линию. Всего за несколько часов. Лобачева, Лопаскина, они не заметили даже, как их и переподключили. Самое тяжелое – подключиться к Трюхизбинке по Орехово-Донецкой. А тем временем в оккупированном Луганске в розетках скачки от 170 до 230 вольт. Будет ли платить население в оккупации за российское электричество? И главное, сколько? За украинское оккупационные власти брали от 70 копеек до рубля 20. В России тариф от 3 до 5 рублей. Теперь жителям неподконтрольной территории должны выставить именно такие счета, если только Кремль просто не подарит электроэнергию. Судячи за все, россияне будут списывать эти обсяги электроэнергии просто, как втраты в мережах, будь-якие там внутренние проблемы, еще что-то, но вообще не будут запытывать про деньги, потому что, как только они вступают в финансовые отношения, то сразу наступает вопрос санкций до компаний, которые поставят туда электрику. Сегодня ничто не мешает боевикам, как и раньше, собирать деньги за свет с местных жителей и тратить на что угодно, получая даром электроэнергию из России. На самом деле Кремль давно готовился к блэкауту. На неподконтрольную территорию завозили генераторы, достраивали сеть. Это вовсе не масштабное строительство новой линии электропередач из России, а всего пара трансформаторов и неделя работы, говорят эксперты. Просто схема бесплатных поставок электричества была на руку всем, кто к ней причастен по обе стороны линии разграничения. Татьяна Якубович, Евгений Головин, Донбасс Реали, Радио Свобода.